Властелин топора. Именно так можно назвать знаменитого мастера Ивана Супрунчика. Скульптор родом из деревни Теребличи, в котором он создал Музей народного искусства и быта, где за многие годы было собрано более полутора тысяч предметов старого деревенского быта Полесья. Примечательно то, что каждую скульптуру мастер создает, используя только один предмет – топор, с помощью которого вырезает даже самые мелкие детали. Каждая работа отражает древние обряды и традиции, философию и быт Полюшуков. Я приехал сюда со своим родом, с этим племьем своим, с этим богатством. Привез сюда свою выставку, где отмечаю легенды, разные подания, сказки. Тут об каждой работе требует рассказывать, вот такую обзорную выставу. Это не так нарисовано лишь бы, это все легенды, это все подания, это все сказки, все требует рассказывать. Как наши предки жили, что бы они занимались, что бы они хотели в этом жить, добиться. И каждый человек, как бы, хочет возвыситься, что-то добиться и найти себе. Скульптура Ивана Супрунчика – это не просто деревянные статуи. Над каждой из них проделан упорный, кропотливый труд. У этих произведений искусства есть своя легенда, которая не повествует каждому желающему прикоснуться к древней истории. И неспроста, ведь эти рассказы по-настоящему завораживают и заставляют задуматься о том, как на самом деле жили наши предки. Работа «Кликанье весны» вот показана. Я вспоминаю свое детинство, как мы выходили на двор и ждали весну, яйца, там птицы ждали, вот, что это птицы, это... Раньше человек не думал, что он помирает, его душа перейдет в другое состояние, в аистов. Вот мы ждали те души, чтобы птицы... Это птицы не сразу прилетают с поврения, это прилетают души наших предков сюда. Выставку ремесел знаменитого скульптора Ивана Супрунчика поистине можно назвать уникальной. В ее экспозиции представлено около 90 работ. Это скульптуры, выполненные из дерева, а также графические картины, которые привлекли внимание многочисленной публики. Я потрясена тем, что фантазия бьет ключом, ощущение, что человек хочет сказать вот то, что, может быть, и не успевал, а когда жизнь подходит к каким-то определенным... Границам, эпохам, я не знаю, как сказать. И тогда каждый человек хочет вот из себя быстрее и быстрее донести до людей свои какие-то мысли. В таких незамысловатых работах наша жизнь, а мы иногда вот ищем, вот должно быть такое вот красивенькое, должно быть такое все прямо, как сейчас все любят, гламурненькое, а оно должно быть человеческое, вот здесь все человеческое. Говорят, что это выставка эмоций. Я когда смотрела работу, у меня все время слезы на глазах наморачивались, потому что так передать именно нашу жизнь, наши обычаи, обряды, это не может простой человек это сделать, понимаете? Только талантливый человек может это делать. Вот. Здесь мы можем познакомиться с нашей историей, нашей земли, ну и особенно, конечно, с Толинщиной. Я очень хочу, чтобы у нас неоднократно такая выставка проходила у нас в городе. И я думаю, если больше людей, наших брещан, придут посмотреть эту выставку, это будет замечательно, потому что здесь есть, что увидеть и чему поучиться. Работа автора «Вернисажа» действительно достойна восхищения, ведь в каждую из них мастер вложил всю свою душу и поделился своими воспоминаниями и эмоциями со зрителями. Человек, который однажды решится прикоснуться с творчеством этого прекрасного скульптора, сможет заметить, насколько талантлив этот автор и какие уникальные работы он создает. Автор очень интересен. Автору 80 лет. Народный скульптор, который создает свои работы настолько в индивидуальной, проникновенной, народной манере, что они просто берут душу, я думаю, каждого зрителя. Настолько необычные, настолько нетрадиционные работы резьба по дереву этого автора, что не восхитить они просто не могут не только любителей искусства, любителей народного творчества. Посмотреть работу талантливого мастера можно, посетив выставочный зал областного общественно-культурного центра до 13 ноября.